Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста подготовлены корреспондентами нашего канала. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. В студии Виталий Матюшин. Главные темы выпуска. В Бресте прошло досрочное голосование по выборам президента Республики Беларусь. Завтра, 9 августа, каждый белорус сделает свой выбор, выполнит свой гражданский долг. Они строят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения. Их неустанная творческая работа на благо страны и ее граждан дарит людям радость новоселья, делает жизнь комфортнее. Работники строительной отрасли отмечают профессиональный праздник. В Брестском областном онкологическом диспансере установили новый томограф. Венгерский аппарат позволит на ранних стадиях диагностировать не только онкологические, но и эндокринологические, кардиологические и урологические заболевания. Сегодня последний день досрочного голосования по выборам президента Республики Беларусь. Старт был дан 4 августа в 10 утра. По всей стране открылись почти 6 тысяч избирательных участков. Правом голоса наделены около 7 миллионов человек. Как проходило досрочное голосование в эти дни на участках города над Бугом, расскажет Мирослава Коваленко. Утром 4 августа своих первых избирателей встретили участки нашего областного центра. Средняя школа номер 1 Московского района города Бреста представлена сразу двумя – номер 72 и 73. В списках комиссии первого зарегистрировано более 300 человек. При себе избирателю, который внесен в список избирателей, необходимо иметь паспорт, либо другой документ, который удостоверяет личность. Те, кто не внесен в список и не зарегистрированы на нашем участке, кроме паспорта, им необходимо иметь документ, который подтверждает, что данный избиратель имеет право голосовать на нашем участке. На участке имеются кабинки для голосования, которые оснащены необходимыми ручками, оснащены образцом для голосования. Кроме того, у нас находится на участке ящик для голосования, прозрачный ящик. Он сегодня уже опечатан для голосования. Имеется информационный стенд и соблюдаются все правила санитарных служб. Все рекомендации Центра избиркома, включая санитарные, были соблюдены и на избирательном участке номер 15, расположенном на базе средней школы номер 13 Ленинского района Бреста. Здесь в списках зарегистрировано около 900 избирателей, большой процент из которых, по традиции, люди пожилого возраста. Решением нашей комиссии, заседанием нашей комиссии, наш участок полностью готов для досрочного голосования. Наш ящик отломбирован в присутствии трех наблюдателей и десяти членов нашей комиссии. Мы постарались соблюсти все правила, которые нам рекомендована была Центральной избирательной комиссией, по соблюдению санэпидрежима. Ручки мы обрабатываем, на входе у нас стоят дозаторы. Наши члены комиссии тоже полностью защищены и надеюсь, что выборы пройдут в очень хорошей обстановке. В пятницу 7 августа участок номер один, расположенный в здании музыкального колледжа имени Ширмы, посетили спортсмены хоккейного клуба Брест. Большинство ребят из других городов нашей страны имеют временную регистрацию. Но, несмотря на обстоятельства и плотный график тренировок, приняли участие в досрочном голосовании. Плотный график тренировки. Завтра начинается кубок с Олея. Я за честный выбор. Я хочу, чтобы всем людям было хорошо. Ну и все. У меня свои соображения какие-то. Я вот голосую. У нас завтра календарная игра и через день мы выезжаем на очередную игру в Гомель. Поэтому у нас нет возможности в связи с плотным графиком и тренировки, и игр. Но нет в воскресенье возможности прийти на... отправить людей, иногородних, к месту проживания. Поэтому мы решили, ребята попросили, чтобы найти возможность проголосовать здесь, в городе. Вместе с брестскими хоккеистами участие в досрочном голосовании принял помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Все идет в штатном режиме. Очень приятно осознавать, что наши брещания с удовольствием приходят на избирательный участок, отдают свои голоса в том числе и досрочно, поскольку в силу специфики не у каждого получится прийти 9-го на избирательный участок. И я уверен, что наши брещания абсолютно верно и правильно сделают свой выбор, исполняют свой гражданский долг в пользу дальнейшего развития нашей страны, нашего государства. Для того, чтобы люди пожилые были окружены заботой, чтобы подрастающее поколение имело возможность развивать свои таланты, чтобы наши люди были обеспечены работой и достойной заработной платы. Уже завтра, 9 августа, в основной день голосования, избирательные участки областного центра ждут избирателей с 8 часов утра. Прийти и проголосовать – это гражданский долг каждого из нас, ведь от нашего выбора зависит будущее Беларуси. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ. Очередные выходные августа знаменательны еще одним важным событием. Свой профессиональный праздник отмечают строители – люди, чей труд мы видим и оцениваем каждый день. Особенно сейчас, когда наш город отметил свое тысячелетие. Сколько сил и труда вложено во все это многообразие. И как долго люди с благодарностью будут пользоваться этими объектами. В преддверии профессионального праздника мы говорим спасибо всем, кто причастен к нему. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет о важных достижениях в строительной отрасли города и о героях-строителях. Тысячелетний Брест радушно встречает тех, кто только открывает для себя наш пограничный город. За последние несколько лет он качественно прирос. Причем как в жителях, так и в новых социальных объектах и жилых кварталах. Генеральным планом города расширение на ближайшее время не предусмотрено. Сегодня курс взят на рациональное использование имеющейся в черте областного центра территории. Об этом рассказал журналистом мэр Александр Рогачук во время открытия движения по новым улицам 5-го юго-западного микрорайона. У нас развитие строительства микрорайона юго-запад 5-й, еще один микрорайон построим, лейтенант Рябцево, и дальше будем уже оптимизироваться в рамках этой территории. Важно, что темпы не теряются, что по жилью мы лидеры в республике среди областных городов, ну и видите, европейские подходы, велодорожки, тротуары, широкие зоны, бульварные зоны. И то, что это не улица в том понимании архитектурном, а микрорайон лично мне больше нравится. Да, Брест серьезно преобразился и продолжает преображаться. Согласитесь, все объекты, возведенные в рамках тысячелетия, достойно дополнили его архитектурный ансамбль. Но всегда большего внимания и интереса заслуживают те, которые удивляют. О ремонте фонтана на Советской речь велась уже не один год. И когда специалисты про дома смогли реализовать все задуманное, их работа получила бесспорно достойную оценку и у простых горожан, и у коллег-профессионалов. Министерство строительства и архитектуры признало его объектом года. Очень значимо для нас, потому что фонтан, который мы сдавали в прошлом году, это такой, не знаю, наверное, жизненный приз. Таких объектов, ну, именно по красоте, по последу, который ты оставляешь, наверное, ну, не столько много может быть. Вот для меня это очень почетно, что я в числе, я и многие коллеги участвовали в таком строительстве. Очень здорово, приятно вспоминать даже то волнение, когда мы только приступили к услуговочным работам, и то количество людей, наших жителей, которые собирались вокруг, закрытые еще площадки, оно просто поражало. Продом – достаточно молодая компания на рынке строительных услуг Брещены. В этом году предприятию 10 лет. Однако на их счету уже достаточное количество объектов, выполненных с завидным качеством и профессионализмом. Строить быстро все-таки, быстро и недорого. Вот сейчас, наверное, во главе угла все-таки становятся сроки. Хотя и тоже цены никто не отменял. Мы участвуем во многих процедурах переговоров, где-то даем свои предложения, где-то выиграем, где-то не выиграем, но тем не менее идем вперед. В Бресте мы заканчиваем, буквально на днях, заканчиваем задачу объекта реконструкции колледжа бизнеса и права на площади Свободы, здание Новомеда, где мы участвовали в строительстве. В этом году закончили строительство дома на Махновичеце, 20-ти квартирного жилого дома. Работаем в Кобрине, работаем в Барановичах, работаем в Гродно, работаем в Минском районе. Строим два садика в Несвеже и в Михановичах. Работаем на двух объектах в Ворше и на четырех объектах в городе Минске. Не могли не отметить организаторы Большой республиканской премии и еще один важный проект, реализация которого еще несколько лет назад казалась фантастической. Речь идет о второй очереди западного обхода. Сегодня представить город без этой дорожной развязки просто невозможно. Автомобильные потоки разведены и теперь в Бресте можно реже наблюдать транспортные коллапсы. Заказчиком объекта выступили представители управления капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства, в чьих руках в преддверии Дня строителя также большой кубок. Начиная этот объект, по сути дела, мы даже не рассчитывали на столь высокую награду. Все-таки получить награду из рук заместителя министра и председателя союза строителей, я думаю, это для нас высшая награда. Была хорошая опора и качество получилось, ну, сегодня, можно сказать, с уверенностью неплохое. Год мы этот объект проэксплуатировали, совместно с ДЭП ведем его сопровождение. Помимо этого, еще научное сопровождение вел институт Дорнии. Спасибо, конечно, что министерство оценило наш труд. Сегодня все брестские строители выполняют на высоком профессиональном уровне свою особую миссию. Они застраивают микрорайоны и реконструируют исторические центры, возводят дома и создают целые архитектурные ансамбли, осваивают новые высоты и высотки, технологии и материалы, чтобы строить прочно, красиво и на века. Их работу ценят и уважают люди, а результат радует еще долгие-долгие годы. Кстати, планы на ближайшее время более чем амбициозные. В юго-западном микрорайоне запланировано строительство нового жилого квартала. Комплекс станет достойными воротами при въезде в Брест со стороны Ковельского шоссе. Идея достаточно современная, а проект многофункционален. На верхних этажах домов здесь будут квартиры-студии. Предусмотрены террасы и детский сад. Эта процедура проводится для, в данном случае, архитектурно-планировочных концепций при отсутствии планов детальной планировки. Если у нас нет плана детальной планировки, то есть утвержденной градостроительной документации, а только генеральный план города Бреста, мы должны объект строительства выставлять на процедуру проведения этих общественных обсуждений. Она проводится в части информирования и анализа общественного мнения граждан города. То есть мы собираем их замечания, предложения. После окончания, то есть у нас 3 августа по 27 августа срок проведения, после 27 августа в течение 15 дней мы проводим архитектурно-городостроительный совет, где зачитываем эти замечания и предложения, если они поступали, и принимаем или не принимаем к сведению. С праздником, дорогие строители! Вас поздравляет команда БУК-ТВ. Продолжение темы. Для современных людей в наш век прогресса лифт стал неотъемлемой частью привычного комфорта. Было бы удивительно, если многоэтажные дома, больницы, предприятия, торговые центры не были ими оборудованы. Но мало кто представляет, какая ответственность лежит на плечах специалистов, которые их обслуживают и своевременно заменяют на новые. Мирослава Коваленко пообщалась с работниками предприятия Брестлифт и своими глазами увидела, как начинается новая жизнь современного подъемника. Мы сейчас с вами находимся возле одного из домов в микрорайоне «Восток», принадлежащему лично-потребительскому кооперативу, в котором при помощи государства в рамках программы «Безопасный лифт» была осуществлена замена лифтового оборудования, отработавшей нормативной срок службы. Этот дом примечателен тем, что в нем эксплуатировались лифты с самой длительной продолжительностью эксплуатацию. Они были введены в эксплуатацию в 1973 году. То есть нормативный свой срок службы они отработали в уже далеком 1998 году. И таких домов в Бресте, где гарантийный срок службы лифтов закончился уже более 20 лет назад, достаточно. Жильцы каждого с нетерпением ждут новых комфортных подъемников, которые беззвучно и быстро смогут доставить их на нужный этаж. Предприятие «Брестлифт» активно работает в этом направлении. В 2016 году было принято решение о реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», в рамках которой осуществляется подпрограмма «Безопасный лифт». Ее цель – реализация комплексных мер по повышению безопасности при эксплуатации лифтов. Целью выполнения в 2020 году показателей под программу «Безопасный лифт» изначально планировалась замена 177 лифтов, но ввиду ритмичной и слаженной работы между нашей организацией и заказчиками, определенными Брестским, Пинским, Барановичскими горосполкомами по замене лифтов, которая выразилась в своевременном производстве работ и освоении бюджетных средств, выделенных на замену лифтов, эта цифра была увеличена на 63 единицы, то есть в общей сложности до 240 лифтов. За текущий период 2020 года выполнена замена 56% лифтов. Средняя цена лифтового оборудования составляет около 25 тысяч белорусских рублей и приблизительно в такую же сумму заказчику обойдется его установка от разработки проектно-сметной документации до монтажа. Маркой-лидером по традиции остается Могилев «Лифт Маш». Сам процесс замены оборудования – процесс довольно трудоемкий и ответственный, говорят специалисты. А первыми результат проделанной работы замечают, конечно, жильцы. Жильцы начали реагировать сразу на третий день, что они уже устали, желательно бы им включить побыстрее лифт. А вообще новым лифтом, конечно, с удовольствием, потому что будет стоять камера видеофиксации, что защитит лифт хотя бы минимально от вандалов. Ну и тихо ходят, говорят, что чистый, приятный, новый, светлый лифт. Около полутора месяцев требуется для того, чтобы демонтировать старый лифт и установить новый. Но на этом работа специалистов предприятия не заканчивается. Электромеханики всегда на чеку. И по первому требованию жильцов устранить малейшие неполадки в работе новичка, приходят на помощь. Начальный период эксплуатации имеет место в случае периодических остановок. Механики устраняют все возникшие неисправности для беспребойной работы лифта. В последнее время участились случаи, когда фирмы-однодневки предлагают свои услуги замены лифтов, представляясь дочерними предприятиями «Брестлифта». Однако после проделанной работы исчезают, а все проблемы с неисправностями нового подъемного механизма ложатся на плечи жильцов. Хотелось бы поблагодарить наших заказчиков, которые сделали выбор в пользу сотрудничества с нашей организацией и одновременно предостеречь их от такого момента, который касается, что во всей деятельности, связанной с лифтами, появились организации-однодневки, которые предлагают вам свои услуги и бьют на то, что цена выполнения работ и оказываемых ими услуг значительно ниже, чем рыночная. По большей части, естественно, эта заниженная цена ничем не обоснована. Ну и главная задача заключить с вами, с заказчиками договор, и затем делать вид осуществления своей деятельности. До конца 2020-го остается чуть менее пяти месяцев. За это время работники «Брестлифта» планируют установить более ста новых конструкций. А это значит, что жильцы более чем ста брестских подъездов станут чуть более счастливыми на пути к своим квартирам. Мирослава Коваленко, Александр Воронин, телекомпания БУК-ТВ. Брест – это город необычайной красоты. В любое время года он по-своему привлекателен. Всегда радует глаз жителей и гостей областного центра, чистотой улиц, ухоженными парками и скверами, завораживает видами старинных зданий и современных многоэтажек. Работа по облагораживанию города над Бугом не прекращается, а потому с каждым годом областной центр становится только красивее. И все это заслуга работников жилищно-коммунальных служб и неравнодушных горожан, которые трудятся над созданием уютного и привлекательного облика города. Подробнее о тех, кто помогает Бресту расцветать, расскажет Ирина Кузьмич. Дворовые территории на улице Гоголя 1Г имеют ухоженный и красивый вид. И не случайно. Здесь для создания уюта и в будни, и в выходной день трудятся неравнодушные жильцы этого дома. Розы, лилии, хосты, туи, бархатцы и даже кусты смородины. Все это видовое многообразие можно найти во дворе. Правда, так было не всегда. Жильцы делятся, что всего несколько лет назад земля возле домов была совершенно не приспособлена для выращивания на ней цветов или кустарников. Пришлось приложить немало усилий, чтобы обогатить землю и помочь растениям прижиться. Земля была жуткая, конечно. Здесь чего только и бензин, и море всяких веществ, из-за которых, конечно, очень плохо развиваются и деревья, и кустарники. Но все-таки стараемся изо всех сил, чтобы было красиво, чтобы нам было приятно выходить из дома. Особенно утром, когда солнце начинает всходить, и все это покрывается розовым светом. Вы представляете, какая прелесть? Мы, конечно, не могли заставить рассвет и насладиться красотой, но даже яркие рассказы надежды Бармаковой впечатлили. Невооруженным глазом видно, что человек искренне любит то, что делает. Таким преданным своему делу оказался и Вячеслав Беляев, председатель товарищества. Он много сделал и делает до сих пор для создания уюта и красоты во дворе. А началось все с хорошего примера. Офисы, что находятся с другой стороны дома, активно обустраивали свои территории. Один из тех офисов, который начинался, вот этот дом здоровья, около которого мы стоим, он сделал небольшую грядочку, но очень красивую и хорошую. Очень много нашлось у нас жильцов, которые, идя мимо, увидели, что что-то есть здесь, и решили с той стороны сделать так же красиво. В конечном итоге мы купили за свои деньги самши, туи, елки очень красивые купили, которые посадили. Люди как бы отзывчивые. Ну, есть разные люди. Есть люди, которые считают, что это все излишество, что это мы тратим деньги на пустую. Но в основное масса считает, что это нужное дело для наших детей и для нас. Поэтому стараются наш двор и наш дом сделать одним из лучших в районе. Двор по адресу улицы Фомина 14 тоже не отстает. Правда, здесь инициатива поддерживать красоту и порядок присутствует всего у нескольких человек. Но даже такое небольшое количество не помеха. Дом был сдан в эксплуатацию в 2016 году, и за эти пару лет было сделано немало. Можжевельники, самшиты, дикий виноград и многое другое уже украшают двор, и впереди у активистов много планов. В течение трех с половиной лет занимаемся нашим благоустройством, озеленением. Все на начальных этапах инициатива. Я совместно с некоторыми жильцами, там 4-5 человек выходим на субботники, вечерами поливаем, стараемся что-то озеленить. Есть девушка у нас дизайнер, что-то придумает, что-то привносит, что-то пытаемся докупить где-то, что-то кто-то привезет задачу с участка. Вот такими силами мы что-то возводим, озеленяем наш двор. Для того, чтобы сохранить и приумножить красоту города, специалисты проводят мониторинг, в рамках которого отслеживается состояние дворовых территорий. Распоряжением главы администрации при ЖЭСах созданы рабочие группы. Еженедельно рабочие группы проводят рейды по территориям, которые входят в подведомственность ЖЭСа. У нас таких шесть созданы рабочие группы. И совместно с Центром гигиены и эпидемиологии мониторят санитарное состояние, в том числе и дворовых территорий, домов ЖПК, товарищи, собственников. Но главное не контроль со стороны рабочих групп, а искреннее желание людей создавать вокруг себя красоту. И в Бресте таких энтузиастов много. Одними из главных являются специалисты предприятия коммунальных. Они всегда на страже порядка и чистоты улиц, скверов и парков. В нынешнем году было запланировано высадить около 600 тысяч рассады и более 20 тысяч деревьев. И с этой задачей они справились на отлично. Сейчас остается только поддерживать созданную красоту. Работы ведутся на протяжении всего сезона. В весенний и летний период, особенно сейчас, активно ведутся работы по покосу газонов, по устройству газонов на объектах капитального строительства на данный момент. Например, ведутся такие работы в микрорайоне Вычелки-Ямна, а также в микрорайоне Вощенка. На городских территориях производится покос травы. Также осуществляется уход за зелеными насаждениями. В частности, за цветниками ведется прополка, подкормка и полив клумб в нашем городе. Также уход за деревьями осуществляется. Благодаря совместным усилиям как со стороны горожан, так и со стороны специальных служб, Брест признан самым благоустроенным городом в стране по итогам республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов за 2019 год. Лучше Бреста нету места. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». В Брестском областном онкологическом диспансере установили новый однофотонный эмиссионный томограф. Аппарат венгерского производства позволит на ранних стадиях диагностировать не только онкологические заболевания, но и эндокринологические, кардиологические и урологические. Диспансер ждал этот аппарат с 2013 года, когда началась подготовка помещения под инновацию. И только сейчас это оборудование попало в руки наших медиков. Подробнее в материале Мирослава Коваленко. Однофотонный эмиссионный томограф – это поистине чудо современной техники. Подобный аппарат есть только в институте имени Александрова в Минске. И даже туда попасть сложно и дорого. Обследоваться на Брестском томографе будет гораздо проще, говорят специалисты онкодиспансера. Его пропускная способность составит 40-50 человек в сутки. Для граждан нашей страны эта процедура будет абсолютно бесплатной. Хотя сам процесс обследования довольно сложный и трудоемкий. С помощью специального радиофарм препарата происходит накопление радионуклидов в тканях и органах. В течение времени это исследуется детекторами этого аппарата. И мы получаем картину не только органа, его расположения, но также то, как он функционирует, ведет себя во времени или не функционирует, или с нарушениями функционирует. Сегодня Брестский областной онкологический диспансер оснащен всей необходимой современной диагностической аппаратурой. Два аппарата компьютерной томографии и один магнитно-резонансный томограф. Новый же аппарат позволит расширить возможности обследований и назначить более точное лечение. Этот аппарат, это аппарат, ну скажем так, абсолютно нового уровня. И мы можем полностью сказать, что он соответствует, ну, республиканскому, наверное, уровню. И не в каждой области такой аппарат есть. Поэтому эта задача была продиктована тем, что мы должны ставить перед собой задачу, и мы ставим ее более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь, в том числе и в онкологии. А мы знаем, что, к сожалению, конечно, онкологические заболевания, они одни из самых распространенных. И поэтому задача и власти, и задача нашего государства не на словах, а на деле оказывать помощь нашим гражданам. Вот этот аппарат – подтверждение тому, что мы в этом направлении движемся. Стоимость эмиссионного томографа вместе со строительством обошлась в 1 миллион 970 тысяч рублей. Половина суммы – оборудование вместе с аппаратом. Вторая половина – проектно-сметная документация и строительные работы. Но стоимость новинки несравнима с той помощью, которую он сможет оказать пациентам. Ведь статистика онкобольных неутешительна во всем мире. Наша область – не исключение. На сегодняшний день больше 42 тысяч 700 человек в области находятся на диспансерном онкологическом учете. Аппарат будет обслуживать не только жителей Бреста, Брестского района, но также жителей других регионов, Пинска, Барановичей. Работать будет две смены, пропуская, способны порядка 40-50 человек в сутки. Необходимость такого аппарата на Барановичский регион не имеет смысла большого. Потому что финансово – это достаточно дорогое удовольствие. И иметь такой аппарат на области, я считаю, его достаточно вполне для того, чтобы охватить нуждающихся пациентов в данном виде обследования. Этот аппарат нужен прежде всего для диагностики и уточнения диагноза. Потому что на сегодняшний день назначить лечение необходимо провести массу обследований. В том числе вот такое обследование, оно сопряжено с тем, что возможно будет то или иное лечение подобрано более правильно. В этом году обновление технической базы учреждений здравоохранения ожидается не только в Бресте. До конца этого года планируется оснащение Кобринской, Столинской и Березовской районных больниц новыми современными компьютерными томографами. Последний месяц каникул – время, когда школьники еще могут реализовать свои планы. Вдоволь покататься на велосипеде и накупаться, устроить вылазку на природу. Такие, на первый взгляд, безобидные планы требуют от родителей особого внимания. Детское любопытство может привести к непоправимым последствиям. Во избежание трагедий, накануне в парке воинов-интернационалистов сотрудники АСВОД совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь провели мероприятие в рамках акции отдела образования Брестского госполкома «Безопасное лето». О том, как это было, мы расскажем в заключительном сюжете. В парке воинов-интернационалистов собрались дети и их родители, чтобы больше узнать о тех, кто на страже нашей безопасности. Акция отдела образования Брестского госполкома «Безопасное лето» стартовала еще в мае. И на протяжении нескольких месяцев профилактическая работа продолжалась. Цель одна – сохранить жизни и здоровье подрастающего поколения. Мы должны предусмотреть любые ситуации возможные, не только во время обращения с огнем, не только во время обращения с газом, не только при отдыхе на пляже, но и многие-многие другие ситуации. Поэтому мы привлекли такие нестандартные, вроде Брест, водоканал. А вы знаете, что много случаев, когда травмируются люди при авариях каких-либо. И вообще жизнь в городской среде, она достаточно сложна. Да, жизнь в городе таит в себе массу опасностей, а потому малышей нужно обучать все время, чтобы свести к нулю их встречу с бедой. Именно поэтому сотрудники ОСВОДА совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь, готовясь к мероприятию, придумали интересную программу. Чтобы ребятам было не скучно, а правила запомнились надолго. Кроме подвижных игр и викторин, у ребят была возможность познакомиться не только с работой специалистов, но и с их инвентарем. Мы предоставляем полный комплект водолазного снаряжения, который используется в нашей повседневной работе. Объясняем детям правила поведения на воде, что не допускать, что можно, что нельзя. И, соответственно, популяризируем правильное поведение на воде, для того, чтобы не допустить травматизма. Рассказываем о снаряжении, как работают водолазы, для чего водолазы находятся на спасательных станциях и чем занимается, в принципе, наша служба. Потому что вода стоит в себе очень много опасностей. И зачастую, если маленькие дети это поймут, то, соответственно, они донесут даже до родителей, которые зачастую глухи к призывам нашим и здравого смысла. Интерес юных брещан не заставил себя долго ждать. Правда, проявить смелость и прочувствовать на себе, что значит быть спасателем, согласится не каждый. 11-летний Михаил Шульга не из робкого десятка. Он решил не только примерить на себя водолазный костюм, но и всю экипировку. В таком костюме сложно передвигаться и просто плавать, наверное, под водой. Акция отдела образования Брестского горосполкома «Безопасное лето» подходит к концу. Специалисты уверены, что трагедий станет меньше, если донести до подрастающего поколения правила безопасного поведения. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макареевич, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Уже завтра в 19.30 смотрите выпуск итоговой программы. Мы расскажем, как голосовал Брест, как голосовали брещане. За главным электоральным событием страны, выборами президента Республики Беларусь, будут следить наши корреспонденты. Я, Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин